Свобода нежелательна. 17 апреля в реестр нежелательных в России включили фонд Бориса Немцова за свободу, немецкий фонд имени Фридриха Наумана за свободу, а также украинский центр гражданских свобод. Объединяет их, как видно и из названия, популяризация идей гражданских свобод. Соучредитель фонда Бориса Немцова Жанна Немцова говорит, что такое включение не стало для неё сюрпризом. Всё меньше и меньше организаций остаётся, которые работают с Россией. И вот мы просто последние или одни из последних организаций средней руки, которая попала в список нежелательных организаций. Это связано с нашей деятельностью в целом. То есть не было ни одного конкретного события, которое на это повлияло. Решение о признании организации нежелательной принимается Генпрокуратурой РФ без судебной процедуры. Причиной для внесения в такой реестр, согласно законодательству, является угроза основам конституционного строя, а также обороноспособности страны или безопасности государства. Я думаю, раньше или позже, по-моему, все силы, все демократические силы, которые противостоят нынешней российской власти, они так или иначе подтверждены вот этой опасностью, что могут быть названы нежелательной организацией. Поэтому я думаю, здесь о правовой системе не стоит даже говорить. То есть это чисто политическое решение. Участие в деятельности нежелательной организации или представлении ей финансовой помощи, согласно Уголовному кодексу РФ, может повлечь за собой лишение свободы. Поэтому теперь взаимодействие фондов с партнерами из России существенно затруднено. Главное последствие – это то, что наша деятельность вне закона на территории России. Хотя мы на самом-то деле никогда в России не работали. Другое дело, что в разных наших программах принимали участие в том числе люди, которые приезжали из России. Больше это невозможно. Однако и в изгнании со всеми сопутствующими ограничениями, по словам руководителя российского отдела фонда имени Наумана, проекты будут реализовываться. Мы сообщили всем нашим партнерам о нашем новом статусе и попросили им самим решать, насколько они готовы дальше с нами работать. Мы дальше будем поддерживать все это антивоенное, антиимперское, антиколониальное движение, феминистские, LGBTI, все направления, которые соответственно организуются, но уже не в России. В списке нежелательных в России сегодня 158 организаций. Большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине.